Приветствую последователи «Четырехлетнего путешествия». С вами Боб Локас. Сегодня 18 июня 2024. Надеюсь, что у вас все отлично. А это очередной выпуск сериала «Четырехлетнего путешествия». С последнего выпуска прошло пару месяцев. И на самом деле не так много произошло за это время. За эти пару месяцев – периоды консолидации, которые в буквальном смысле начинают портить общее настроение. Я думаю, начинает формироваться значительная масса страха, а также в целом сомнений. И я вижу, как повсеместно имеют место признаки такого настроя. И это, я думаю, замечательно. Когда кто-то смотрит на более продолжительный таймфрейм и на цикл, как, например, «Четырехлетний цикл», чтобы увидеть, как этот негативный настрой начинает свое развитие после, в общем-то, утроения цены и находящийся около или практически даже являющийся прямой роста с момента низа предыдущего цикла, в 2022-м. И видеть развитие такого настроения на самом деле является очень воодушевляющим событием. На самом деле, таким развитием событий я очень доволен. А еще больше меня радует то, что, похоже, большинство людей, да или практически поголовно, люди выглядят в целом довольно смущенными. Так что сегодня я хочу поговорить о этом моменте накопления в середине цикла, который мы с вами наблюдаем. По сути, мы с вами достигли исторического максимума. Были запущены ETF. И это вылилось в период времени, где забирали прибыли киты, затарившиеся в предыдущих циклах, покидающие рынки на более высоком уровне и забирающие деньги. А также мы с вами получили целый набор, попавших ловушку лонгов с предыдущего цикла, в итоге закрывающихся или даже закрывшихся на этих высоких уровнях, продавая позиции. Но я считаю, это всего лишь зона реаккумуляции. Я полагаю, что в настоящий момент мы создаем уверенную базу, уже с которой мы образуем следующую или вторую половину порции текущего цикла, построенную на этом фундаменте. И опять же, с точки зрения формирования настроений, замечу, что перед рассветом всегда темно. И факт того, что биткоин опустился всего лишь на 15% от вершины, наблюдать расхождение в степени падения настроений и реальной цены биткоина. Я думаю, что у нас очень много возможностей. Так что немного хочу поговорить о этом как бы психологии удерживания крупных и прибыльных позиций. В данной части цикла возможности не бояться, а также поговорить об идее так называемого левостороннего цикла. В последнем видео мы закончили разговор на этом невероятном росте с октября 2023, который указывал в значительной степени на возможность развития левостороннего цикла. И, к счастью, похоже, этот сценарий не развивается. Мы как бы остановились и не видим этот взрывной рост, и это здорово. Нас должно радовать то, что рынок смог начать движение, двигаться как бы в боковике, открывая возможность для периода накопления и перезагрузки, что ведет к более устойчивому движению до конца 2024 и 2025 годов, что, на мой взгляд, формирует в большей степени правосторонний цикл для данного четырехлетнего цикла. Так что начнем. Еще раз благодарен, что вы со мной и смотрите это видео. А если вы еще и подпишетесь на канал CryptoCommons и поставите под видео лайк, буду вам невероятно признателен. Итак, переходим к анализу четырехлетнего цикла. Итак, смотря на крупную картину данного цикла, и учитывая три предыдущих цикла, мы с вами можем видеть чистый паттерн, который по-прежнему довольно хорошо отыгрывает. Но что важно отметить, так это то, что мы достигли эту вершину, новый исторический максимум на 16-й месяц этого цикла, в то время как в предыдущих четырехлетних циклах потребовалось полные два года для достижения предыдущего исторического максимума и его преодоления. Аналогично и для цикла 16-го, 17-го годов, 25 месяцев до вершины. Так что текущие 16 месяцев до вершины — это гораздо быстрее. Вот почему. В предыдущем видео в большей степени я склонялся в сторону возможности левостороннего цикла. Но, как вы видите, двигаясь на третьем подряд месяце в боковике, мы с вами видим картину иную. Предыдущие циклы, когда мы пробивались через эту вершину, немного консолидации было, как в 17-м году. Но все же с этого момента мы двигались дальше. Так что ключевой вывод здесь мы можем сделать такой, что каждый раз, когда биткоин достигает исторический максимум, иногда он останавливается, после чего продолжает двигаться в сторону финального забега в направлении вершины четырехлетнего цикла. При этом, если мы посмотрим с вами сюда, мы видим, что мы находимся с вами всего лишь на 19-м месяце цикла все еще 4-5 месяцев ранее, момента, когда в предыдущие циклы мы достигали исторического максимума, после чего продолжали движение в сторону новых вершин. Так что то, что мы с вами сегодня видим, означает, что рынок достиг здесь вершины с точки зрения RSI, немного перешел в зону перекупленности, но откатился. И это важно, потому что это сигнализирует о том, что рынок требует консолидации, требует дополнительного времени и небольшого замедления перед тем, как совершить свой забег, пробив вершину исторического максимума в направлении вершины цикла. И чем дольше мы будем находиться в этой консолидации, продолжая двигаться в боковике, тем лучше будет для более устойчивого движения внутри цикла. И переходя на недельные графики, мы видим, что в настоящий момент мы с вами находимся где-то на 14-й неделе консолидации. 14 недель двигаемся в диапазоне после вершины, образовавшейся вскоре после новостей о одобрении ETF. Вот здесь около 73 тысяч с новым историческим максимумом. Теперь, вот этот период берет начало спустя 7 недель после минимума недельного цикла, который берет начало вот здесь, в январе. Если посмотреть, откуда это берет начало, снизу в 38, то получим примерно удвоение цены, примерно за период 7-8 недель. И наблюдать 14-недельную консолидацию, произошедшую после значительного 7-недельного роста, является очень-очень нормальным. Ничего здесь странного нет, так что это очень удивительно. наблюдать в онлайне, а также в Твиттере, а также в комментариях в Ютубе, то, как настроение падает. И так сильно. Когда биткоин находится здесь, у исторических максимумов, если на это посмотреть с точки зрения уровня падения цены, мы имеем всего лишь 12% от вершины, что является, с точки зрения биткоина, вообще ничем. Это то, что биткоин может сделать за 2 или 3 сессии. Поэтому нахождение на 13% ниже исторического максимума, на мой взгляд, является экстремально бычьей ситуацией и не обосновывает ни капельки этого негативного настроя. Конечно, также это связано и с альткоинами, которые упали очень основательно. Но это ведь природа этого спекулятивного рынка альткоинов, которые всегда попадают под наковальню и молот в этой ситуации. Так что наслаждаемся падением биткоина всего лишь на 14%. И, кстати, что более интересно, после образования этого значительного роста всего лишь с начала этого года и практически удвоение цены за 7 недель, видеть биткоин, который упал всего лишь на 13% после значительного продолжительного времени за 14 недель, это с большой период времени, так вот, видеть биткоин, который идет в боковике, и который упал всего лишь на 14%. Если мы посмотрим от вершины и до свечи, которая образовалась в апреле, это будет всего лишь 23%. Поэтому я повторю, что это не медвежье движение цены. Совершенно. Это очень бычье движение. И, опять же, наблюдать 14 недель боковика этого направленного движения цены, когда исторический биткоин, находясь в окружающей среде подобной этой, цена бы упала на 30%, 35 или даже 40%. Поэтому это говорит о природе накопления, которое здесь происходит, и откупке этого уровня поддержки на текущем рынке, как только биткоин достигает нижних диапазонов этого рубежа. И я думаю, что большая часть этого негативного строя произрастает от истории с ETF, когда миллиарды долларов поступают в эти торговые фонды, означающие, что цена должна будет преодолеть исторический максимум и двигаться еще выше. Многие максималисты продолжают писать о ежедневных притоках, удивительно поднимая плечи, не понимая, почему рынок не идет выше. И, на мой взгляд, это довольно понятно. Здесь присутствует несколько факторов, ухудшающих настроение рынка. Один из них, например, киты из предыдущих циклов. Не последнего цикла, а предыдущих, которые счастливы и рады взять и продать на этом уровне в 70 тысяч. 60-70 тысяч. Если у них очень-очень низкая база и значительное количество биткоинов, то в какой-то момент ты начнешь продавать, даже если, вероятно, ты веришь, что биткоин пойдет выше. При этом у тебя по-прежнему есть старые страхи, что вот здесь, на месячном таймфрейме, это большая крупная двойная вершина. Так что на уровне четырехлетнего цикла, глядя вот на этот цикл, для некоторых это становится страхом, и у которых есть биткоины с предыдущих циклов 2014-2015 года, или даже раньше, что это крупная вершина, и ваши страхи вынуждают продавать. Также у нас есть и Trust GBTC, который за последнее время показал огромные оттоки, которые в итоге повлияли, и которые также повлияли на все эти притоки в эти ETF. Также есть и оборачиваемость активов в ончине. Старые завсегдатые, держащие биткоины на самостоятельных кошельках. Которые, честно говоря, пришли к тому, что здесь есть риски. Ведь люди могут умереть. Что будет с биткоинами в том случае, если со мной вдруг что-то произойдет? Поэтому они могут предпочесть хранение биткоинов на учетной записи брокера, к которой легко может быть привязан бенефицар, и все с этим сопутствующее. Так что самостоятельное хранение может начать, на мой взгляд, оборачиваться. А еще есть идея того, что многие эти движения биткоина с самого начала сентября 2023 до сюда, до уровня 25 тысяч, они являлись ранними признаками того, что данные ETF все-таки будут одобрены. И большая часть этих движений, особенно в таймфрейме около октября, когда биткоин начал расти, все это в большей степени связано с новостями ETF. И именно поэтому мы достигли вершины вот здесь, на 16-м месяце, когда в предыдущих циклах на это уходило 24 месяца для достижения исторического максимума. Так что этот АТН настал гораздо раньше, из-за новостей ETF. Это очень хорошо видно на уровне цикла. Если посмотреть сюда, в периоде сентября, вы увидите этот 30-недельный цикл. Обычно цикличность наблюдается на недельных таймфреймах в периоде 20-24 недели. Здесь же мы видим прерванный полуцикл на недельном таймфрейме. Он, с точки зрения традиционного цикла, 4-х летнего цикла, в обычной ситуации отскочил бы до этого уровня, примерно 30 тысяч. Перевалился за него примерно в диапазоне декабря, примерно через 26 недель от низа июня, или даже низа чуть более 20, может быть, опускаясь немного ниже 20, после чего мы бы вернулись к бычьему тренду 4-х летнего цикла. Это бы сильнее продлило движение и привело биткоин в направлении уровня исторического максимума уже не в этом году. Но факт того, что рынок услышал новости об ETF, также и на уровне слухов, например, люди начали покупать, фонды и институционалы получили доступ, также используя и рынки фьючерсов, и начали покупать, опережая ETF. Так что к моменту одобрения ETF они уже в значительной степени вошли в крипту, открыв позиции, и рынок поехал выше. Так что многое из того, что мы здесь с вами видели, является попросту тем, что ETF были учтены в цене гораздо раньше. Люди вошли в рынок гораздо раньше, и вот почему сейчас мы с вами наблюдаем период реаккумуляции гораздо более продолжительной. Так что я думаю, то, что сейчас происходит, это отстраивание фундамента по мере происходящей реаккумуляции в середине этого четырехлетнего цикла. Опять же, если мы с вами посмотрим на недельный график, то увидим формирующуюся базу. Проблема в том, что мы не знаем, когда закончится это формирование, сколько времени потребуется на завершение строительства этой базы перед тем, как мы продолжим движение выше. Но я полагаю, что мы пойдем выше. Я доверяю тому, что формирование этого четырехлетнего цикла будет очень похоже на предыдущий цикл, или, по крайней мере, проведет гораздо больше времени в поисках будущего исторического максимума. Но все дело в том, что нам потребуется гораздо больше терпения, чем многие из вас имеют. Особенно с учетом того, где сейчас находится текущий настрой. Так что боковик может затянуться даже еще больше, чем необходимо. И для этого есть несколько причин. Причина номер один. Опять же, за этот период времени у нас образовалось 200%. Не так много месяцев назад, когда это все началось в сентябре, на уровне в 24 тысячи долларов. После мы поднялись до 70 плюс, и это много. Мы прошли долгий путь, который предстоит осознать. И это осознание может занять гораздо больше времени, чем 14 недель. Например, если мы посмотрим на этот период прошлого лета, когда мы достигли вершины в апреле, это было всего лишь удвоением дна четырехлетнего цикла. Удвоение заняло многие-многие недели, чтобы сформировать фундамент, с которого мы пошли дальше. А также не забывайте, что у нас начались утечки слухов про все эти ETF, что также подтолкнуло рынок выше, в то время как в обычной ситуации потребовалось бы, скорее всего, больше времени, чем в результате у нас получилось. Этот период, перед тем, как мы сформировали крупные движения вверх, формировало фундамент, скажем, 22 недели. Так что, если мы с вами посмотрим на этот период времени здесь и наложим его сюда... Я не большой фанат фракталов, но в данном случае, я думаю, это уместно. Если мы с вами посмотрим на эту базу, сдвинем ее сюда, то увидим, что на самом деле она накладывается довольно хорошо. Но также она нам говорит о том, что, возможно, что это движение в боковике мы увидим еще значительное время, полным ходом до июля-августа. И завершение этого фундамента мы увидим даже не раньше сентября, что позволит рынку подготовиться и начать движение второй половины цикла. Еще одна причина, почему мы можем все это наблюдать за летнее время, в том, что обычно лето довольно вялое. С точки зрения сезонности биткоина, это довольно вялый период времени. И если мы посмотрим на четырехлетний цикл, у нас все еще очень много времени, перед тем, как мы можем ожидать вершину традиционного правостороннего цикла. Если мы с вами вот сюда посмотрим, то увидим довольно чистые циклы цены, 33, 35, 35 месяцев до вершины. И сейчас для нас 35 месяцев означает октябрь 2025, что, конечно же, является уверенными 16-17 месяцами с текущего времени. У нас так много времени осталось. Так что взгляните на отставание 10-ти месячных скользящих средних от цены. У нас, конечно же, остается вероятность откатиться. Так что сейчас нам необходимо оставаться супертерпеливыми. И, знаете, я понимаю многих людей, которые считают текущий бычий цикл очень сложным. Они не заработали большие деньги. Но это в большей степени описывает спекулятивную часть данного рынка. Не сидеть ровно на месте и пытаться поймать тайминги по биткоину, спады недельных циклов, то есть после стремительных ростов продавать, ждать традиционные 30-35% спады, которые мы наблюдали в предыдущих циклах, до этого не заходя, потом закупаться на более высоких ценах, повышая свою себестоимостьную базу, и зарабатывая меньше в этом цикле. Так что действительно, я считаю, что стратегия цикла «Покупать и ждать» дает лучшие результаты в этом цикле, нежели любые предыдущие циклы. Так что повторюсь, что нам понимать важно время прежде всего, а также быть терпеливыми, понимая, что сейчас мы находимся внутри цикла всего лишь на 19-м месяце, когда традиционно это все происходит на третьем году, перед тем, как ярко выраженная бычая часть цикла начинает себя проявлять. Давайте вернемся к этой базе. Я вам сейчас покажу несколько сценариев, которые я вижу на будущие несколько месяцев. Я думаю, несколько путей развития есть у биткоина. Первый — это непосредственное движение вниз к так называемому низу недельного цикла. Мы в 22-х неделях от предыдущего крупного низа, вот здесь, в начале года. И я полагаю, что сейчас в рынке фаза спада в этом недельном цикле. Опять же, бычий компонент здесь в том, что вершина образовалась всего лишь на седьмой неделе, то есть это левосторонний недельный цикл. Но он потратил 14, а может быть больше недель, не формируя более глубоких низов. Обычно, если цикл растет только за 7 свечей, а падает в течение 14, то цена будет ниже. Факт того, что она по-прежнему значительно выше, уверенно выше низов января, говорит о том, что в основе этого рынка лежат бычьи взгляды, а также в наблюдаемой нами консолидации. Я думаю, вероятно, мы увидим с вами формирование низа недельного цикла. К концу этой может быть следующей, либо через следующую неделю, после чего отскочим вот сюда. И здесь есть два основных сценария. Первый, мы отскочим от низа, вероятно, найдем какую-то поддержку, примерно на уровне 60 тысяч долларов. Отскочим отсюда, и снова продолжим рост. Бычий рынок возобновится, и мы поедем с вами выше. Второй, также реальный сценарий, который, на мой взгляд, имеет очень хорошую под собой базу, заключается в том, что мы продолжим отсюда тренд в боковике. До самого-самого сентября, продолжая формировать низы недельного цикла, но первым из этих 60-дневных циклов непосредственно уйдет в тест этих верхов. В верхней части этого диапазона, обманув всех, что мы наконец-то полетели, откатятся еще один раз на тест этих низов, сформировав низ 60-дневного цикла, а затем, и раньше сентября или даже октября, этот рынок, наконец, взлетит, сделав новый исторический максимум и уже не оглядываясь, достигнув вершины этого четырехлетнего цикла. Но среди этих двух очень бычих сценариев, ведь оба эти сценария буквально говорят нам о исторических максимумах либо в июле, либо в октябре в этом диапазоне, не оглядываясь назад. Но есть еще третья вероятность, которая нам принесет таки одно из этих 30-ти процентных падений. Если мы вернемся назад и посмотрим на предыдущие бычьи рынки, мы увидим множество, особенно в течение 2017 года, который, на мой взгляд, является лучшим представителем или лучшим отражением сегодняшней ситуации. Мы видели много и много 30-ти, 35-ти и даже 40-ка процентных падений на пути очень резкого подъема. Так что мы все-таки можем еще встретить ситуацию, я не могу сказать, что это невозможно, даже с учетом ETF. Так что на секундочку давайте его представим, этот финальный сценарий, когда мы увидим этот один резкий смыв, прямиком до 50 тысяч, завершающий этот низ недельного цикла, затем от него отскочим, может быть, немного упремся в сопротивлении на уровне в 73 тысячи долларов, после чего вернемся к нашему аптренду. Все эти три сценария закончатся примерно в одном месте, примерно в октябре, ноябре, декабре этого года, пробивающий уровень исторического максимума и продолжает движение выше. И это является важностью четырехлетнего цикла, потому что если мы посмотрим на инвестиции или посмотрим на позиции с точки зрения четырехлетнего цикла, сосредоточившись на возможных вершинах цикла, то это убирает всю эту волатильность, все эти разнообразные пути, которые биткоин может пройти по своему пути вперед и исключает все возможные ошибки. Когда мы пытаемся поймать время, движение этих недельных циклов позволяет сосредоточиться на более долгосрочной перспективе и не оказаться быть выбитым из позиции или закупиться на верхах или локальных верхах, продавая на низах, запаниковав. Так что когда мы расширяем этот взгляд, открывая позиции рано в четырехлетнем цикле, это позволяет вам мыслить месяцами, а не неделями. Это делает гораздо более простым сохранение позиций на протяжении всего цикла. И это дает возможность всего лишь с несколькими покупками и продажами зайти в позиции рано, удерживать позиции, наблюдать за формированием действительно хороших прибылей с минимумом затрат, а также стресса, зайдя рано и удерживая на протяжении всего цикла. И я знаю, что прямо сейчас многие из вас испытывают страх. А я это знаю. Также я знаю, что мои подписчики, которые следят за выпуском с самого начала, скорее всего не боятся, они довольно уверенно находятся в своих позициях, потому что я думаю, они научились и пережили многие из этих циклов. Поняв, что лучшим подходом является для большинства попросту закупиться в правильное время и держать, поняв, что биткоин — это класс активов, имеющих огромную влатильность, неизбежно имеющие огромные взлеты и падения, если ты поддашься эмоциям и начнешь пытаться ловить эти взлеты и падения, то начнешь ошибаться. Маловероятно, что за период в 4 года ты сможешь поймать эти локальные вершины и закупиться снова на локальных низах. Может, получится один или два раза, почувствуешь уверенность, но будут моменты за это время, когда ты поймаешь себя в ловушку и окажешься с объемом позиций гораздо меньшего размера, чем те, на которые рассчитывал получить за этот цикл. Поэтому я приветствую изменение настроя, которое мы с вами наблюдаем, ведь это настроение оказалось очень перенасыщенным во время последнего движения к этим верхам. А сейчас мы наблюдаем перестройку. И с точки зрения он-чейн, мы с вами наблюдаем повторный оборот монет, возвращающихся к держателям, которые видят эту более долгосрочную перспективу 4-летнего цикла и верят в идею, что мы снова преодолеем эту вершину исторического максимума, пробьемся в диапазон шестизначных цифр, и поэтому монеты сейчас движутся в руки, которые видят эту более крупную картину. И как раз это те держатели, которых мы с вами и хотим видеть в данной фазе цикла. Также мы с вами хотим видеть эту перезагрузку настроений, сметающих всех этих спекулянтов и спекулятивные настрои. И это именно то, что и нужно для устойчивого фундамента. Базы новых держателей, которые перезашли на более высоком диапазоне, перезагрузка настроений, что совместно превратится в устойчивый фундамент, с которого возьмет продолжение мощное движение вверх. Что ж, но немного темного времени вполне нас может ожидать. Но повторюсь, я этому буду рад. Любое движение вниз от этой точки в будущем, на мой взгляд, становится в большей степени возможностью для покупки. И если кто-то ждет момента для увеличения своих позиций, то думаю, что вот здесь особо вам ждать не нужно. Хотя я понимаю это искушение дождаться движения, которое я здесь нарисовал, этого возможного спуска к 50+, возможно, в будущую неделю-две, может быть, в диапазон 57-60 тысяч долларов. Но это небольшое изменение в сравнении с возможностью роста вверх. Так что, если в целом вы считаете, что вы недонабрали, то после этого 14-недельного движения сюда, это будет хорошим местом для вашего захода и завершения дела, и сосредоточенности на таймфрейме 4-летнего цикла, до гораздо более высоких уровней уже в 2025-м. Что касается лично меня, то я бы не стал делать новых публикаций по модели своего портфеля, выставляя его на всеобщее обозрение, а лишь скажу, что потенциально я собираюсь купить еще больше биткоинов. Моя первая покупка с начала 4-летнего цикла, последняя из покупок была на уровне 17 тысяч. На самом деле я планирую вложить еще часть моего собственного благосостояния в биткоин. Даже не только если мы пойдем ниже, до этих нижних уровней в 50 тысяч. Я думаю, что первое падение на 30% в этом цикле, я думаю, вот здесь 30% падение за будущую несколько недель, или может быть пара месяцев, в данный момент этого 4-летнего цикла, находящегося на 19-м месяце, или следующего за ним 20-го месяца, будет в значительной степени означать действительно очень хорошую возможность для покупки. Для того, чтобы добавить еще ваши позиции, я не обязательно буду это делать, а лишь считаю, что отношение вознаграждения к риску на 30% спаде в текущей фазе этого бычьего рынка будет действительно логичным для того, чтобы добавить еще немного и в большей степени рискнуть в данной фазе цикла. Я постараюсь сделать данное видео более коротким и не очень длинным. Ведь все-таки похоже на то, что многие люди в целом похожи недовольны. Но ведь этот бычий рынок был все-таки одним из лучших, на мой взгляд. Опять же, мы с вами наблюдали всего лишь только 20% откаты от вершин. Если посмотреть сюда, в основном мы видим зеленые свечи. По сути, мы утроились в цене, а сейчас мы с вами находимся и консолидируемся на уровне вершин предыдущего 4-летнего цикла. Так что формируем значительную базу. Появляются новости об ETF. Я думаю, в общем, ставка начнет сокращаться. И, полагаю, финансы начнут возвращаться снова в крипто из акций тех компаний. Как только данная база будет завершена, а рынок пойдет в направлении новых высот. Я думаю, что мы начнем с вами повсеместно видеть обложки, пестрящие новостями об ETF, с поступающими в них деньгами институционалов и розничными деньгами, возвращающимися в рынок. Также, с точки зрения цикловых трейдеров, использование тайминга будет превалировать над ценой. Кроме того, на 19-20 месяц, 48-недельного цикла внутри 4-летнего цикла, это все выглядит лучшим сетапом, о котором можно только желать. Теперь, меня люди часто спрашивают о возможной двойной вершине. А возможно ли то, что мы снова увидим двойную вершину? Короткий ответ, конечно, все всегда возможно. Я это говорю на протяжении... на протяжении всей серии этих выпусков, более чем 5 лет. Любой тип сценариев возможен. И сценарий двойной вершины здесь также возможен. Я попросту не придаю этому большого значения, так как шансы, на мой взгляд, от 5 до 10%. Поэтому я вам говорю вот эти цифры для понимания. Я просто не вижу возможности образования вершины для этого рынка вот здесь. Также я думаю о возможной ранней вершине вот здесь, которая могла бы образоваться из-за более взрывного движения вверх, значительно выше, возможно, или ближе к 100 тысячам, а затем резкого движения вниз. Обычно такие движения образуются резким движением вверх, потом резким движением вниз. И это все говорит мне об консолидации во время бычьего движения вверх. Так что, на мой взгляд, нам нужно обладать терпением по мере формирования этой базы, этой консолидации, формирования уверенности, реаккумулирования. И после чего вы увидите, это перезагрузка настроя, которую мы сейчас и наблюдаем. Эта фаза бычьего рынка будет отличаться от следующей фазы. И вот это здесь является средней частью, так сказать, середины возрастающей части цикла, и, я думаю, мы увидим с вами вторую фазу цикла. И, опять же, я уверенно меняю свой взгляд по сравнению с последним, и тем более последними двумя видео, о том, что у нас разворачивается левосторонний цикл вместо правостороннего. Просто видя, как это выглядит, на мой взгляд, структура выглядит все более и более похожей на правосторонний цикл. Но это вовсе не значит, что мы полным ходом пойдем в октябрь или ноябрь следующего года, примерно в 35-й месяц четырехлетнего цикла, когда мы растем три года, а потом один год падаем. Ведь эта идея становится очень популярной в настоящее время. Я вижу, как многие люди это обсуждают, делятся графиками, похожими друг на друга в последние два года. И это значит, что, вероятно, мы забегаем вперед. И мы с вами не увидим вершину в районе 35-го месяца. Может быть, мы увидим, скажем, в мае следующего года, что будет примерно соответствовать 30-му месяцу цикла, по-прежнему правостороннему. Просто это может случиться раньше. Основной вывод и, так сказать, заключение этого видео. Опять же, донести, что я на самом деле настроен супер по бычьи. Я чувствую уверенным в своей точке зрения. Я ощущаю радость того, что мы с вами находимся на очень-очень ранней стадии. И даже если это все не отыграет так, как мы надеемся, у нас все равно в этом цикле все должно получиться очень хорошо. Опять же, мне очень нравится то, что настрой сейчас перезагружается, в то время как биткоин находится лишь в 14% от исторического максимума. Я счастлив из-за того, что у нас происходит четырехмесячная консолидация прямо перед предыдущим историческим максимумом. И вся эта история с ETF, которые привлекают средств все больше и больше в сторону биткоина и все большего вхождения в биткоин. Так что я ни одной серьезной причины для того, чтобы сомневаться в настоящий момент, буквально не вижу. Опять же, я наблюдаю в целом очень и очень здоровый рынок. Рынок, который выглядит очень побычье и ободряющий, каким я его вижу. Так что выводы здесь такие, что если вы испытывали смущение и продавали, какая бы для этого причина и не была, то я бы сказал, просто вернитесь в более долгий таймфрейм. Расширьте еще раз свой взгляд. Вспомните, каков у вас был план, когда вы заходили на ранней стадии четырехлетнего цикла. Вы закупились рано, чтобы воспользоваться преимуществом всего этого цикла. И для того, чтобы не оказаться пойманным в сантименте недельной или дневной торговли, перезагрузите свой взгляд. Возьмите и снова сфокусируйтесь. Возможно, вы сделали какие-то ошибки во время этого цикла. Если закупились на низах, держали, то, скорее всего, вы обгоняетесь результатами 99% рынка. Так что вот подобный настрой, на мой взгляд, поможет вам оставаться успешным в оставшейся части цикла. Так что перезагрузите свои мозги. Да, ведь большая часть и большая часть прибыли цикла уже образовалась, но на мой взгляд, еще возможностей предостаточно. Я вижу этот рынок, если вернуться на недельный график и посмотреть на то, что у нас было сделано. Да, он двигался рывками очень сильно. У нас было изначальное движение, которое буквально удвоило цену. Потом образовалось вот это движение, до вот этой вершины, которое, по сути, оказалось еще одним удвоением цены. А после было вот это третье движение, которое оказалось практически еще одним удвоением. И, конечно же, после этого я определенно вижу базовый вывод, неважно, будет ли это следующими неделями, или же не произойдет до сентября-октября. Но я определенно вижу еще одно удвоение цены, вот с этого основания, до, может быть, уровня 120 тысяч. Но с учетом того, что с точки зрения четырехлетнего цикла мы по-прежнему опережаем график, я предполагаю, что у нас будет еще два таких всплеска. Скажем, удвоение цены до 120 тысяч, такого уровня. Потом возможный откат вниз, скажем, на уровень для ориентира к 90 тысячам. Затем еще одно удвоение цены, приводящее вас до достаточно больших цифр, и возможностей данного четырехлетнего цикла. Опять же, я говорю слово «возможно», потому что с точки зрения цены возможно все, что угодно. Но, глядя на предыдущие четырехлетние циклы, то, как двигалась цена на протяжении всего периода цикла и количество времени, которое у нас осталось, я думаю, что цель до 200 тысяч долларов в этом цикле для меня выглядит обоснованной. Но опять же, что гораздо более важно иметь не ценовую цель, а быть настроенным удерживать позиции и расширить взгляд на ситуацию, используя преимущество цикла. Вы должны сохранять позицию, если цикл будет двигаться по плану, аналогичному предыдущих циклов, в направлении больших значений, а затем, приближаясь к этому, возможно, мы будем использовать преимущество и что-то выводить в фиат. Когда придет время? Пока еще говорить рано. Задачей инвестора является удерживать его позиции и оставаться в состоянии, если все пойдет по плану, на который мы рассчитываем. В общем, это был очередной выпуск четырехлетнего цикла. Я желаю вам всего самого наилучшего. И, вероятно, выпущу очередное видео, может быть, в конце месяца августа или начало сентября. Так что, наслаждайтесь летом. Я в целом сохраняю свои позиции. А я хочу проводить время с семьей. И этот совет относится ко всем вам, который заключается в том, чтобы войти в позиции и не сосредотачиваться на рынке ежедневно. Возьмите и переключитесь. Работайте, занимайтесь собой, развивайте себя, придумывайте и реализуйте ваши идеи, занимайтесь бизнесом или просто занимайтесь общим развитием самого себя. Я думаю, что это гораздо лучшее проведение времени, чем попытки поймать тайминг, занимаясь краткосрочным трейдингом. А еще смотрите новостные выпуски Ньюсблог на канале Блаблакрипто. Кстати, свежий и интересный вышел сегодня. И с этим сказанным желаю вам удачи и пока.